Вот это начало. Мощное начало, да, Ярик закидывает сосисочку. Здорово, народ, всем огромный привет. Наконец-то мы в эфире, 27 число, и как я обещал, у нас сегодня будет необычный подкаст, а сегодня наконец-то к нам придет гость. Правда, у нас в прошлый раз был гость, это был лост, но помимо меня и Неса, сегодня у нас еще Дмитрий Полищук, он же фишман. Здорово, Ярик, привет, Дмитрий. Мы сегодня с тобой будем, короче, отдуваться. Ну, сразу спрошу, что по времени у тебя... Можно Дима? Да, да, конечно. Что у тебя по времени, там, не особо торопишься, потому что не знаю, как у нас сложится беседа, может быть, много вопросов к тебе будет. Ну, в любом случае, на два часа мы тебя не задержим. Что, давайте пообщаемся, я же не против. И я никуда не спешу, я хочу, конечно, покушать, но меня по дороге бутер принесут, я думаю, там это... Я думаю, ты можешь не стесняться вообще, да. Я очень голодный, я просто весь день ездил что-то туда-сюда. Да, я понимаю. Ну, во-первых, хотел тебя вообще поздравить с вашим триумфальным выходом на TI. Вообще, можно сказать, даже, наверное, победе на квалификациях, потому что это действительно была победа. Выйти можно было разными способами, ну или, скажем так, не потерять шансы пройти на end. Но вы завершили, не проиграв ни одной карты, вообще супер жестко. Сами вообще ожидали такое? Да, я вообще про это не думал сейчас, но я не строил ожиданий, как я сейчас не строю. Просто играли. У тебя такой майнсет, я так понял, что ты стараешься вообще никакой цели себе не ставить, а просто вот каждый раз есть игра и на максимум. Цели, не, как бы цели тоже есть, конечно, но, вот допустим, когда я играл Куала на Инт, я не старался, не хотел думать, что это Куала на Инт, вот, или какие-то спешл игры, я просто готовился, как и обычно. Вот допустим, к Интернешнл тоже все люди там просто за два месяца, за месяц до начинают играть по 20 мамы в день, как говорится, и я сижу и чилю. Не понял. А у тебя 20 мамы в день были до подготовки? А у меня три МММ в день, короче, прогулочки там, вот, велосипедик, пока еще нормальная погода, там, пивасик, условно, да. Состояние. Но это правильно, это правильно. Мне кажется, что подход, ну, как бы, где ты просто проводишь несколько МММов в день, что называется, цель тренировок, как бы, с пользой, а потом отдыхаешь грамотно, он более правильный, чем сидеть, тухнуть по 15 часов за компом. Мне кажется, это такое вредит в итоге. Да, просто понимание людей, мне кажется, неправильное. Понимание, люди говорят, что нужно много работать, чтобы дописать результаты, но нужно работать качественно и много. Или достаточно много и плюс качественно, чем много. Ну да, мы много, мы много МММ об эффективности, на самом деле. Это у нас такая избитая тема про, тема про ЛТВ. Несмотря на то, что у тебя, ну, ты сам прекрасно знаешь все эти МММ про 20 пабликов в день. Да. И когда я попросил вопросов накидать к тебе, в принципе, тут вопросы были одного характера у людей. Но, тем не менее, действительно, мы обсуждаем на полном серьезе, имеет ли смысл... Ну, короче, бездумная работа, она не дает результата зачастую, а вот как раз-таки такая более продуманная. Вот расскажи, кстати, как, по-твоему, идеальная для тебя работа, вот именно подготовка, чтобы совершенствоваться, медленно, но верно идти к успеху, как у тебя, судя по всему, получается. Слушай, давай я расскажу мою подготовку к кенту, а потом уже про то, что ты спросил. Ну что, я 1 октября лечу в Сингапур, и там будет буткемп. Соответственно, у меня будет целых 2 недели, чтобы вообще быть максимально трезвым и ничего не употреблять вообще абсолютно, да. Вообще абсолютно. Не то, чтобы я много употребляю, нет, ни в коем случае, как бы. Я имею в виду, что вообще никакого алкоголя, просто играть доту, стараться. У меня будет целых 2 недели, а потом еще целых 2 недели турнира. Я же говорю, если я прямо сейчас буду сидеть и играть по 10 дней. Вот я уверен. Я уверен, что какие-то гейминг-гадиатор, которые сейчас играют 6 или 8 КВ, могут успешно занять последнее место. Хотя на КВ они сейчас играли лучше, чем мы даже. Просто потому, что перегорят. И нужно быть свежим. Мне кажется, что главный критерий – это на турнире быть свежим. Вот, поняли? Ну, слушай, нет, это факт. Это факт. У меня много было тиммейтов, которые считали, что вот, типа, если ты сыграешь на один паблик больше, чем, ну, как твой оппонент, то ты, типа, круче станешь. Никогда не вело к успеху, на самом деле, если честно. Да. Ну, это классическая история, которую я слышал со времен, вот как начал общаться с профессиональными игроками, что тот, кто говорит, что на КВ выигрывает всех, занимает последнее место. Тот, кто на КВ проигрывает всем, поднимается в топ. Классическая история. Ну, мы с КВ, с Нигмой играли, с гладиаторами, там было не все гладко. До квал. Еще за пару дней до квал. А на квалах, видишь, там все пошло нормально. Да, все пошло, прямо поехало. То есть у вас сейчас, вот, я так понял, часть людей уже там на буткемпе, ты еще пока нет. А чем ты занимаешься вообще сейчас? Продолжаешь свой отдых, там, турне по Европе? Ну, слушай, я съездил в Ротслав, съездил в Берлин, потом слетал в Париж, потом прилетел домой. И продолжил нихрена не делать. Вот, сижу, короче. Ничего не делаю. Ну, играю в 3-4 игры в доту, и, может, там, 2-3 игры еще на фейке, на героях, которых я хочу потестить. То есть играю вот тупо вот только ради удовольствия. Ну, и, конечно, ради тестов, ну, что-то потестить. А в остальное время играю в Crusader's King. Ну, нормально. Ну, короче, просто расслабляешься, чтобы не перегореть, чтобы хотеть играть в доту на НТ. и, там, стараешься не терять форму, да? Можно так сказать, наверное. Да, да, да. Оправдую свое распиздяйство в прямой эфире, кстати. Слушай, на самом деле, знаешь, я считаю, что умение отдыхать — это очень важно. Вот есть люди, которые не могут отдыхать. Они все время считают, что они, там, должны что-то делать, или они не могут, там, нормально расслабиться. Это действительно большая проблема именно с толком проводить время, чтобы потом выдавать свой максимум. Потому что, как мы убеждаемся, на НТах, особенно на этом НТ, который будет являться фактически таким супер жестким долгим марафоном, потому что будут большие паузы между стадиями, вот именно набрать в пик ближе к концу и вообще дойти до конца на пике — это будет очень непросто. Твои впечатления, Фишман, про квалификации вообще, вот чего ты ожидал? Я такое мнение слышал от тебя, что ты немного удивился, когда вас всех начали ставить как фаворитов. Да. И для тебя это было немного удивительно. Хотя, например, мне кажется, что в этом ничего удивительного не было со стороны, потому что вы действительно показывали очень неплохую игру относительно ваших оппонентов. Почему тебя это так сильно удивило, и чего не хватило твоим оппонентам по квалам, с кем вы играли вообще, вот именно в тех самых играх, в которых вы с ними встречались? Ну, слушай, во-первых, Team Siklid занял третье место в Малайзии, когда мы заняли шестое. Хотя мы сами там налажали, конечно, и могли даже выиграть в турнире, я считаю, вот, если бы вы пришли дальше. Но вот мы проиграли в турнире, соответственно, Siklid уже были выше. Ликвид это тоже такая команда, которая с опытом, прям к интернашнлу там может настроиться как-то, вот, и покажет результат. Как та же ренигма. Конечно, мы не выглядели аутсайдерами, вот, на фоне этих всех команд, но мне казалось, что если мы лучше, то это настолько незначительно, и... И вообще это... Сложно было сказать до квал, что так будет. А квалы уже, видишь, ставили все на свои места. Ну да, как-то жестко совсем они расставили, прям даже неожиданно никто не смог оказать. Вот, знаешь, давай пойдем по порядку. Хотел тебя вот твой взгляд спросить про команды, которые считаются грандами, и до сих пор, наверное, в них большая вера, просто потому, что многие люди там, знаешь, не смотрят доту годами, или просто у них осели в голове вот такие теги, как Nigma, такие теги, как Secret, ну или даже имена, которые там играют, да, там, Sumail, Miracle, ничего себе, купей, такие теги, как Liquid. Вот чего не хватило этим командам, особенно Nigma, потому что Nigma-то вообще второй год без НТа остается. Ну давай по очереди, правильно? Давай начнем с Nigma. Да, да, давай, чтобы как-то... По моему мнению, Nigma... Вообще, кстати, очень хорошую форму набрала, они на КВ нас просто каждую вторую игру выносили прям вообще. Мы... Против них было сложнее всего играть на КВ. Вот. Но на квалах что-то они, не знаю, переваловали что ли, как ни странно. Просто у меня такое чувство, что вот Nigma, вот раньше им было пофигу, они там просто потели, играли в Far Fun, вот, и это был первый раз, это был первый для них турнир, когда они боялись проиграть, такое чувство, вот. То есть они играли как-то хуже, чем на КВ, хотя обычно, наоборот, обычно на КВ Nigma очень плохо играет, очень плохо, отвратительно, а потом на официалках играет хорошо, вот. И что ж, ну, типа 4 года вместе, вот, наверное, немножко огонька не хватает. Я думаю, точнее, я даже знаю, что будут замены в Nigma. Да, то есть... Опа. Вот так вот, вот так вот. Конечно, это так, в случае, и никто, никто у меня с первоисточников не говорил такого, а там, типа, о третьих лиц, третий, третьим и так далее, что в Nigma будет минус 2 с основного состава, а может даже и 3. А кто, на твой взгляд, от кого бы ты выделил... Ну, Кроки, насколько я слышал, я не уверен, как бы, буду говорить три раза слова, вот это не уверен. Да нет, слушай, говори как есть, нормально. Может, да, может... Ну... Подумай, подумай, слухи, где слышали. Тут, на самом деле, каждый человек Nigma уже дисбандит. Кто-то мне говорил, вот, и я не могу точно сказать, что это правда, что Miracle возьмет перерыв на год, или... Ну, Кроки уйдет. Ага, вот эти два минуса, прикольно. И, возможно, Sumil тоже, там, типа, непонятно, что. Вообще, в курсе, что в Европе минус 3 керри. Вот вы только вдумайтесь. Вот кто следующий... Вот я сейчас скажу. Кто следующий самый сильный керри из Европы именно? Это LowSkill и LillPrep. Знаете таких? Ярослав, знаешь, ты кого-то таких? А, LillPrep, да, и LowSkill. Это Ivy и DigiG, да? Вот представьте, что сейчас минус Matumba Man, минус Miracle, минус Nika Baby. Ну, Nika Baby, понятно, что минус, но просто альянсам нужен керри. В смысле? В смысле? Вы поняли? То есть, европейским организациям, Тир-1, которые могут давать очень хорошую заплату, очень хорошую, нужен керри. А в Европе следующий спасили, это LillPrep. Ярослав, что-то сделать. Вот давай, вот послушайте. Кого нужно взять альянсом, Liquid'ом и Nika'ами на керри, если их нет в Европе? На керри, но я знаю, кого можно взять в мид, по крайней мере, если кто-то внук. Слушай, не, ну на самом деле, я же не играю, просто... Что? Не-не, у меня нормально, но это пропало на вас твое. Я пропал, но не нормально. Нормально. Все четко, все нормально. Под все четко. Это... Да тут у меня это я с Wi-Fi отельного просто немного лагает. Это, слушай, я же не играю на высоких рейтингах, поэтому не могу назвать, но вот образный Pure, да, неожиданно у вас в команде играющий, его полгода назад, ну как бы на про-сцене не было. Вот, и получается, что был LillPrep. Какой-то, да. Ну то есть, возможно, просто надо по паблике подшерстить, там, в топ-200 каких-то, какого-нибудь Виолента там достать. То есть, в Ликвиде топ-200 Виолента, правильно я понял? Не, ну я образно говорю. Чтобы потом на канале Just NS был контент. Не, ну да, ты правда. Говоришь, ну, кстати говоря, Виолент сейчас вроде играет в какой-то команде, я вот, к сожалению, не смотрел, но вроде у них там неплохо на D20L дела. Вот, опять Данька дал, ведет в дорогу молодому, а Сиреному. Пытаюсь окупить Виолент не получается, именно в топ-ММР. Там через единицу. А-а-а, о, 120-й ранг, казах. Все, вижу. О-о-о, я не вижу, 120-й лет. Ну вот, что скажу я. Я думаю, что есть такой игрок, Ватсон. Ватсон, правильно? Сказать, конечно, данный. Есть такой, да. Я думаю, что у него нет контракта с HellRaisers, и думаю, что его возьмут куда-то в Европу, учитывая, что ранг-2. Он такой, говорят, что он такой Ами из СНГ, который молчит и жмет кнопки. Хорошо. Слушай, а у него второй ранг сейчас? Да, у него второй ранг. Так это не в курсе, как HellRaisers играли квалы? У Маладии ранг 1, у Ватсона ранг 2, у оффлайнера ранг 30, у мидера ранг 30, у четверки ранг 100. Как можно эту квалу... Ну, видит, получается, и ММРы всего лишь цифры, да? Получается, что нужно уметь отдыхать, и нужно правильно строить команду, вот, чтобы... Получается, что так. Да. Слушай, мне тут сказал один человек, уважаемый и известный в комьюнити, но я не буду говорить, потому что он, наверное, не хотел бы, что это как раз-таки Ватсон, Меледи, там, короче, хотят какую-то чисто фулл казахстанскую команду сделать по планам. О, я слышал, я слышал. Мне тоже говорили, там будет наив миди, даже наив прям радио, там четверка будет ару, вроде как. В общем, они хотят сделать 4 казаха сотника, типа, чтобы были как красные ранги, как виртус про в золотом составе. Вот мне вот так сказали. Ну, типа того, да. А если так, то, получается, и Ватсон тоже не пойдет в Европу играть. Ага, да, сейчас придет... Вот представь ситуацию, да? Ликвидам нужен керри, вот кровь из носа. И они не хотят жрать говно. Ну, согласись. И такие приходят к Ватсону и говорят, а давай мы тебе дадим 15 тысяч долларов зарплату в месяц. 15 тысяч, да? И ты, типа, пойдешь к нам в Ликвид. А не будешь играть со своими братьями казахами за 2 тысячи, условно, да? Не знаю, за 3. За 5. Давай сделать максимум. Это история твоей жизни, Фишман. Я просто посмотрел... Не-не-не-не-не. Как у тебя происходило в командах? Вот такое ощущение, что у тебя постоянно вот нечто подобное где-то рядом было. Слушай, было не раз. Было, конечно. Пиздили. Скажем так, да? Были... Пиздили. И вот... И вот... Малади, ранг 1. А что если... А что если... Вот просто предположим, на секундочку. В АДЖи решат заменить Мишу. Вот, ну, допустим, да? Не понял. Ну, вот... Или в другую... В другой команде тир-1 нужна будет пятерка. А у Малади, ранг 1. Пятер... Блядь, у пятерки ранг 1. У меня никогда не было ранг 1. А вот он задрот, походу. Гениальный. Хм. Слушай, ну ему тоже надо отдыхать, потому что, видишь, задрот, а толку-то... Так он играет 2 ММ в день. Один-2 ММ в день. Вроде как. И... Поэтому, наверное, и ранг высокий. Он теряет очки медленнее других. Он никогда не проигрывает. Да. Не-не. Это человек, который никогда не проигрывает. В общем, я к чему веду. Если казахи хотят сделать ростер казахстанский, им нужно прямо сейчас контракты подписывать к какой-то организации, чтобы потом их не отпустили после шафлов. После шафлов там точно начнется охот. Керри нет вообще. Вот у меня Pure в команде, и мне повезло, что мы на следующий год остаемся вместе, скорее всего. Вот. И вот у меня будет лучше Керри. Вот. Просто ёбарь. А что остальные будут команд делать, я не знаю. Им можно только пособолезновать. Если честно. Ну, слушай, будут искать как-то. Но тут разве что кандалами приковывать друг к другу. Тут еще, знаешь, такой вопрос. Вот я там какой-нибудь организации, SEO какой-нибудь, да? И честно сказать, выглядит план посадить сейчас всех на контракты, чтобы потом продать. выгоднее вот на короткой дистанции, чем пытаться из них что-то сделать. Потому что я, по-моему, Ватсон и Наив как-то раз уже пытались вместе играть. У меня такое ощущение, что это два принципиально каких-то нестакующихся супер жестких игрока. Они очень крутые. Но вот я смотрел несколько, кстати, туриков, там, знаешь, из серии вот Федерации Киберспорта Казахстана, Каментил звали. И там вот они постоянно играли в разных командах всегда. То есть это было такое принципиальное противостояние. Да, они были лидерами в своих командах, ну, по игре. Но вот они играли с разных сторон. Мне кажется, попытка запихнуть двух таких людей в одну команду ни к чему хорошему не приведет. Я, конечно, могу ошибаться, но история говорит о том, что скорее я прав. чем... Ну, это сложно сказать. А вот, например, ты верил, что Юраги, который в прошлом сезоне играл в команде Бигнума, не помню, как называется, Тим Юник, а потом Тим Рэпера. Под никнеймом Спейс, еще, вот, Юраги, который вот лузунул десять офисалок подряд, потом в следующем сезоне придет в аржи и будет ебать вот так. То есть все возможно. Главное, чтобы ребята сакнулись. Главное, чтобы ребятам было покайфово. Главное, чтобы был человек, который остановит конфликты или направит правильное русло. И все может заработать. Вот только вот проблема в том, что по фидбэкам, по всем этим игрокам там нету такого человека, если честно. И это может быть проблема. Вот о чем и речь, что посмотрим, как они, конечно, будут стакаться. Погоди, погоди. Неожиданный вопрос у меня возник. А у вас в команде кто занимается этим? Ты? Тот, кто остановит конфликты? Ну да. Я тоже такой не самый простой человек сейчас. Я, конечно, ну, во-первых, у нас в команде никогда нету конфликтов от Тоби и Штормера. Тут уже сразу проще, потому что они европейцы, у них там это, все попроще. И тут остаются типа я, Пюре и Котоми. И у нас, ну, Котоми, он молчаливый такой, ну, конечно, он, да. Ну, в общем, если кто-то ругается, обычно это я с Пюре. Так что нет, это не я. Вы еще на одной линии стоите к тому же. Вы еще на одной линии там, сразу бесконечный. Люди с других не думают и заебались. Ну, мы раз в месяц ругаемся, и то не сильно. Мы там уже, мы уже миримся через 20 минут, то есть такое бывает. Вот мы, Ванек молодец, он, кстати, он пришел с Виртузпро, он вырос очень сильно. Он раньше никогда не пошел бы на встречу, ну, такое чувство. Ну, не то чтобы никогда, но ему бы сложнее это было. А сейчас он идет на встречу, то есть, там, и я стараюсь где-то на встречу. И Митрим, в общем, конфликты останавливает очень часто. Или менеджеры, или игроки просто. У нас хорошая атмосфера, и у нас все могут остановить, если что-то кто-то неправильно говорит. Слушай, мы так пролетели по нескольким вопросам, которые хотелось бы поподробнее. Ну, вот первый из них такой, короткий. Коммуникация в играх у вас как происходит? На каком языке? Потому что у вас же... на белорусском. На белорусском? Не, ну, конечно, на английском. В общем, когда Pure пришел, он еще немножечко пытался на линии со мной на русском, и я сразу на английском. Ну, в общем, переучились, мы по итогу и все только на английском говорим. Чтобы все все понимали. Просто, когда у тебя в команде на миде англоязычный игрок, или там, или еще оффлейнер, да, условно, и если мы будем говорить на языке, о котором они не понимают, они могут играть не в комфорте. Надо, чтобы всем было комфортно. А английский, грубо говоря, мы все знаем. Беру, кстати, английский знает лучше меня, блин. Он прям вообще ворвался, короче, с двух ног. У него, походу, по английскому 5 баллов было в школе. Он молодец. Хорошо. Слушай, ну, у вас там, я слышал, что StormStormer тоже нормально может там номер спросить. Вражеского мидера, да? Ну, да, да. Балакает, балакает потихоньку. По поводу, вообще, вот по поводу ты говорил про химию. Вот у меня такой вопрос, мы проговорили уже про Нигму. Про Secret Liquid как-то мы не особо проговорили, но на самом деле если еще к ним вернемся. Вот такой момент, вот я читал твое интервью, которое сегодня вышло на MetaRatings, что у тебя вот было там в Немиге такая ситуация, что какая-то вот была такая нездоровая, как я понял, обстановка. Что-то тебе не нравилось, вот что называется в голове этой организации, то есть там куда-то было движение, не туда. Потом у тебя была Vega, там тоже не все в порядке были. И вот потом была Entity. Вот такой комплексный вопрос. Вот вообще организация, которая вас поддерживает, Entity, как она на вас вышла и что принципиально ее отличает от предыдущих, почему в ней вот у вас пошли какие-то результаты. Она как-то влияет на вас или она наоборот старается не лезть, а просто поддерживает исключительно какими-то благами. Ну, в общем, Entity такая организация, которая, я точно не помню, но мне кажется, что она написала мне в Инстаграм, а я все такое отправляю своему менеджеру. Вот. И менеджер уже с ними начались переговоры, менеджер выбил нам очень крутые условия с нуля прямо. Вот. А что я могу сказать про Entity? Ну, в общем, у них полное доверие. Они никогда нам не искали ни одного плохого слова, ни после одного лыза. Только поддержка, только доверие. Конечно, там были свои вопросы и во всех организациях они есть, да, правильно. Но в целом, ну, вот, я не знаю, они просто всегда говорят делайте как знаете, делайте как хотите, вот, хотите здесь будет кемп, или там, хотите это, давайте, ну, то есть, держите, не знаю. В общем, с ними-ка все было по-другому. Вот, давай уже вернемся к ними-ке раз. Давай, да, давай, расскажи, в чем разница. Чтобы мы поняли именно вот, в чем разница. Слушай, ну, во-первых, ними-ка, я думаю, что это одна из лучших организаций СНГ, в том плане, что если тебе нужно буткемп, они задают и ни разу, вот, хочу отметить, ни разу за полтора или два года, сколько там был, ни разу не было задержек по зарплате. Вот, просто ни разу. Вот, все было вовремя, все призовые, когда приходили, уже на следующий день они были у меня на счету. Буткемп нужен, держи, буткемп, и они очень горели за результат, очень болели, и это из плюсов. Из минусов, я не чувствовал доверия. Вот, есть там человек, Сергей Варанович, и у нас с ним были конфликты, потому что я был, конечно, молодой, не понимал немножечко, как контракты работают, вот, и я сейчас уже не держу зла, и вообще, желаю Немиги удачи, но тогда я проебал год жизни в запасе, вот, и я был очень, очень, очень расстроен, вот. В общем, представь, что мне платят, я уже, кстати, могу гореть, по идее, три года прошло, мне платят 250 баксов, и мне надо снимать квартиру в Минске, мне нужно кушать, и, а как жить? А как выжить? Ярослав, нужный комментарий, как выжить на 250 долларов, когда тебе нужно за квартиру 200 платить? Слушай, не может собраться в единый организм. А меня слышно вообще, потому что я вижу, как я выгляжу. Тебя слышно? Выгляжу я очень странно, до... А я тебя вижу. Слушай, а, да? Да, мы тебя видим. Класс. Слушай, ну, я тебе так скажу, что я из тех людей, которые могут много про это рассказывать, ведь я, когда начинал играть, и вот у DTS, например, мы были, да, там, одной из лучших команд в мире, все такое, там, у нас зарплата была 100 долларов, как бы, в месяц, а я еще и в Москве живу. Все, все, я понял, все, я понял. У тебя лучше не спрашивать по этому вопросу. Ты... Не, ну, слушай, я это все тоже проходил просто, понимаешь? Да, я понял. Это же сейчас, как работает, что если, ну, вот, как ты говорил, там, в ликой зарплаты 15 тысяч, ну, Я не говорил такого, если что, я так... Ну, я понял. Ну, предположим, на самом деле, Матумба говорил, кстати, что у них зарплата небольшая, может быть, так и есть, все-таки в DTS зарплаты, ну, не супер большие, да, это в CS они большие, ну, в DTS поменьше, так в среднем. Ну, предположим, 10 тысяч долларов, неважно. Это все равно, как бы, да, деньги, на которые ты можешь спокойно, как бы, хорошо жить, вот, а, ну, а я, когда я, типа, зарплат не было, поэтому это я все как раз проходил, и могу много про это тоже рассказывать. Ну, что делать? Тяжело тут, как бы, да, хорошо, что киберспорт вышел на такой уровень, что сейчас, как бы, ну, человек может, как бы, играть, отдаваться полностью игре, да, то есть вот вне миги, получается, приходилось думать, о чем? Мне приходилось вставать в 7 утра, я ненавижу вставать в 7 утра, чтобы, когда пока Алоха Дэн спит, с айсбергом, поняли? с Рамзесом, я включал стрим, мне заходили мои 300 зрителей, и мне, ггбет, спасибо им, если они существуют еще до сих пор, за то, что они платили мне достаточно хорошие деньги, за просмотр, вот, и вот пока все спят, я на 300 человек стримал на 250, вот в 7 утра, и заработал еще, там, 250-300 долларов, и уже, уже мог, на мясо даже, это, в общем, тяжелые времена были, а когда контракт с Немикой подписывал, мне говорили, слушай, вообще, формальность, контракты везде такие же, у всех два года, в общем, подписывай, если что, разберемся, проблем вообще не будет, и там вот потом нас, SEO, получается, есть Wiser Gaming, правильно? и он такой, вез нас на Мерседесе на ужин, у нас еще официалка, говорит, давайте быстрее подписывайте, подписывайте, нам нужно срочно ехать, вот, и, да, и я, кстати, потом знал, что это была не денежная такая реакция, когда нужно срочно ехать на официалку, вот, и потом вот такой, я такой, хочу, ну, представьте, вот, был у нас игрок, допустим, у нас были там конфликты, не было никаких результатов, никто не хотел работать, и мы два месяца его не кикали, хотя были, ну, нужно было, потому что, не было доверия, не знаю, и, в общем, больные времена, я когда вспоминаю, у меня сразу какая-то, это, неприязнь, вспоминается, но, но на самом деле, я вот еще помню про плюсы, то, что Немиги, на самом деле, хорошие условия, и все вовремя, и все держите, вот только вот вопрос, вот я тебе вам говорю, Немига это топ организация, вот я знаю, что сейчас, там, отдали, вот, именно дота состав, Звера УЖДД, это менеджер, и он там, вот, уже делает хорошие контракты, как у всех, на год, если кого-то, кто-то хочет уйти, там, не будет держать на запасе, целый год, условно, да, или там полгода, и, то есть, там уже все сделали, смягчили, и сделали выводы, и, и за это им респект, то есть, сейчас, ну, вот, года три назад, у меня были, конечно, слушай, года три назад, реально, за три года, много всего прошло, и, я думаю, что условия, тогда еще, такие условия были, они, конечно, были печальные, но все равно, это еще для такой, начинающей в СНГ, восходящей организации, было более-менее, сейчас, конечно, я надеюсь, что все изменилось, во всяком случае, результат у них был, по игре, не такой плохой на квалах, три года назад, если что, по организациям СНГ, все было гораздо лучше, и больше, тогда было предложение, не знаю, я проспался, серьезно? Да, я проспался, мне уже две организации пишут, а что, может состав соберем, условно, да, то есть, а сейчас, уже, ну, после ковид начался, инвесторов стало гораздо меньше в киберспорте, в СНГ, как минимум, точно. Вот оно что, слушай, ну, еще с Немигой, конечно, меня вот насторожила такая фраза, но ты об этом сказал, что вот не было какого-то доверия, и мне кажется, в этом большая их ошибка, фраза, я не могу сейчас в интервью найти, что-то из серии, а сколько он мажоров выиграл? Зачем уплатить? Про ГПК. Это когда ГПК. В общем, история была, расскажу поподробнее, давайте раз, войсом легче это делать, чем писать. В общем, сидим мы с Дитрексом, мы хотим кикнуть Лайта, тогда, по-моему, вот, и, ну, не, Крюх, если что, красавчик. вот так, ну, Ну, хотели помять Митера, и тут есть ГПК, ранг 10, кто поебашит по 15 в день. У него порядочность 1, то есть он в Хайден Пуле, и он выигрывает. Я такой, блядь, это 100% будущая звезда. Я уже тогда знал, типа, ебать, он же, как он же жесткий, если он, ну, типа, в Хайден Пуле выигрывает столько игр. И мы приходим, такие, а, и Зитрекс созвали в Морлерина теститься. Не теститься, а стендинить. И, в общем, Зитрекс такой говорит, хочу в Морлерина. Все ему говорят, нихуя, у тебя 2 года контракт, какой Морлерина? И Зитрекс такой, тельтанул немножко, вот, но такой, ладно, говорит, а давай ГПК возьмем, там нереально ебет, нам нужен, как раз таки, медак. Но у него контракт, там еще, там, типа, полгода, или что-то такое. Но ГПК тогда, это никто, ну, то есть, ноунейм, который в опанковалах проигрывает с Морлерина. То есть, за него бы не просили миллионы долларов, ну, грубо говоря, понимаете, да? И нам Серега говорит такой, не, сколько он Мажоров играл? Или сколько он Мажоров посетил? Не посетил Мажоров? А, так зачем мне за него платить тогда деньги? Вот. И, кстати, мы тогда взяли Меложула, Меложул, кстати, красавчик, он сейчас хорошо играет, а тогда он очень хорошо играл тоже. Мне было с ним комфортно играть, не Мигин. Не, ну, вы молодцы, что вы нашли, как бы, Меложула, но все-таки, конечно, вот этот подход просто, я когда думаю о том, как собирались АДжи, что все выглядит так, как будто они просто взяли Мишу и такие, ну все, давай там сам все делай, и он там сам все собирал. Но на деле, это же реально получается, что у людей очень жесткая экспертиза, и они просто на 100% уверены в том, что они делают, и кому можно доверить собрать команду, как это должно работать. Я сейчас про Себа и Нотейла. И вот в итоге они собрали, пожалуйста, сколько кто у них там Мажоров выиграл в составе до того, как они его собрали. Юраги, кто такой Юраги год назад, ребят, вспомните просто. И он же никнейм поменял. Какой у него был до этого? Space, по-моему. Space. Просто заходишь на стримки Ярославу НСу, и он его просто хуесосит. 24 на 7. Не, это мы с любым произойдем. Ладно, ладно, извиняюсь за форту. Такого не было, потому что я, когда они сделали этот состав, я первый раз видел этот ник вообще. Понял, то есть я никогда не видел до этого. Я бы запомнил. Ладно, я это, если что, преувеличу. Да, не хуесосит. Короче, ладно, извиняюсь. Перед Space'ом, да. Space, кстати, крутой парень, присыкался с ним на ланах, вот, и он красавчик. А Юраги? А, это фута, Юраги, точнее, да. Такой, ну, в общем, правда, просто так получается, что мы с Амаром тусим часто, и Юраги, и с Бизьемом. И тут Юраги периодически рядом попадает. Слушай, если мы, если мы затронули эту тему, вот у вас вот, вот это вот, как-то, я не знаю, микс, можно сказать, гильдия какая-то, как еще можно назвать, Creepwave, через которую прошло вообще просто какое-то огромное количество и уже состоявшихся звезд, и судя по всему будущих. Я так понимаю, что там были, там, собственно, были вот, как раз-таки и АТФ, и ты, и БЗМ, и там же Малрин, насколько я понимаю. Давайте перечислю никнеймы, а ты будешь говорить, кто ёбер, а кто нет. Договорились? Ну, давай. Вот я прямо сейчас открываю. Я буду говорить. Давай Ярик буду говорить. Ну, только скажи, Никобебра был там? Нет. Никобебра. Катаоми. Катаоми. Ёбер. Кристалис. Игрок Тимп Сикрет. Нормальный. Нормальный, нормальный. Ну, нет, это ёбер. Ладно, ёбер, да, конечно. Малрайн. Ну, это ёбер, БЗМ. Ну, очевидно. Тоже ёбер. Чуваш. Это лучший тренер. Чуваш разъебал, разъебал Малайзию, если чё. отъебал просто. Он когда приехал на тур, вообще охерел. Я думал, он сейчас будет играть, ну, типа так, средне, ну, мол, просто там, чувак в довольно высокий ранг, но особо без опыта. Он же пипец ебал просто. Я даже подумал, в этот момент не хотят ли они там, как слаб сделать себя в команде. Ну, ты понимаешь. Ну, да, понимаю. Амар и Фишман. Ну, да. О, пиздец ёбери. И Фишмана даже из мюти доставил. Ещё, ещё были, ещё был Милан, но мы, но мы Милана не вносим в Крепф сообщество наше. Он игроков стрелял. В общем, нам не сильно понравилось. И был ещё Алекс, которого мы кикнули ради Милана, который сейчас топ-4 на. Он, кстати, на Инт едет. Вот тоже. Он тоже с Крепф. Алекс? Алекс. Он играет, в какой-то команде с Дова Лама, там что-то, серп, короче. Он тоже в первоначальном составе. Ну, понятно. А, он в Wildcard Gaming. Да, да. Он в первоначальном составе Крепф был, но мы его кикнули. Вот. И ну, правильно. Известно. То есть у вас прям какая-то то, гильдия какая-то, прям этих, будущих, будущих посетителей, будущих участников НТА фактически. Да и вообще, Тир-1 игроков получилась такая. Это вы как-то так удачно собрались по интересам. Просто настолько жестко. И еще, знаешь, довольно забавно смотреть было на все это. Вот просто истории всех твоих команд. Постоянно кого-то находишь, кто-то уходит, кого-то забирают. фактически из всего вот этого Крепвейв, из всей Крепвейв Тусы, ты чуть ли не один, такой самый олдовый ее основатель, которого никогда, никуда не забирали, пока ты сам вот не создал фактически эндити. Как-то, как вообще вот, опиши, вот что ты чувствовал в эти моменты, и как вообще на твой взгляд так выходило? Вот почему? Да потому что я Креп ебанящий, очевидно. Не, просто наоборот. Наоборот, просто капитаны, вроде как нужны там пить. Да, бля, слушай, а что такое капитан? Я не думаю, что я капитан. Ну, ну ладно, может быть, в каком-то вроде капитан, но не совсем в классическом понимании, наверное, этого слова. Это первое. Второе. Как был Крепвейв? Ну, почему Крепвейв ебет? Потому что сначала Кристаллис, я Амар, мы просто сидели в Дискорде, и жрали поиск. То есть вы просто кайфовали от игры? Обсуждали, кайфовали от игры, обсуждали героев, вот. И, да, мы просто играли, играли вместе. И потом пришел Малрайан, с Малрайаном я уже, наверное, побольше именно лично работал, потому что у него там были свои вопросы, которые ему нужно было фиксить. Но он пофиксил, видите, и бет. Хотя еще не до конца, я думаю. Ему надо уверенности поднабраться. Вот я яйца в кулак собрать. Но он еще молод. Ну, Амару 16 лет, посмотри на его яйца, емару. Ты его ник видел? Ты ник его видел? Там написано TheFucker. Да. Это дело. Амар где-то, я не знаю, неделю просто фатился с Валева TheFucker звучит заебись. А это не, 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 Хочу Амар за факер. Это вот была битва, и по итогу Амара слабали. И он стал АТФом. Он проебал ее. Слушай, но он не мог выиграть такую битву. Как-то, как может быть, чел факером? Алло. Ну да, да. Надо через Абла написать. Ну да, фейкер, типа Амар за фейкер. И все. Там много вариантов было. Амар за фидер и так далее, да. Ну, в общем, жаль поиска. Много играем в Доту. Поэтому кристаллицы... Ой, че ты, кфеб ебет. Потому что все много играют в Доту. И потом пришел Безем, который тоже много играет в Доту. Вот. И не знаю. И, в общем, мы сидим в Дискорде, нажимаем вместе поиск, веселимся. В общем, проводим хорошо время в игре. Это, на самом деле, наверное, важно, когда ты, ну, получаешь как можно больше удовольствия. Тогда тогда и игры интереснее получаются. Не знаю. Не, ну, а вот история история с OG конкретно. Вот, ну, началось же все с OG, насколько я понимаю. Это первые были. Сначала OG, потом Secret. вот появились. Это уже, когда у тебя были прям такие суперсильные составы и постоянно кого-то тягали. С Crystallis'ом, конечно, получилось, ну, жестко и круто для вас, наверное, по итогам. Ну, вот, когда, как вообще? Ну, твои ощущения? Ну, потому что все понимают, что это. Ну, или ты не тильтовал, наоборот, понимал, что это. Да ладно, этих забрали, сейчас еще. Всем. Вообще привык, что, ну, я знал, знаешь, как экосистема Дота работает. Что, если у тебя в команде играет какой-то хороший игрок, у него с большим рангом, и у тебя нету пиздатого контракта, то его, скорее всего, заберут. Или результатов. То есть, сейчас я в позиции такой, ну, уже, и организация у меня такая, что я сам могу прийти, не знаю, в какую-то команду и забрать игрока. Да? То есть, у какого-то другого фишмана 2020-го. Условно, да? То есть, я с пониманием, конечно, с какой-то злостью, больше всего злости у меня Кристаллисту, потому что он, ну, когда он уходил из моей команды, он от меня уже третий раз уходит, если еще. Вот, третий раз. Он уходил из Крипвейв в команду Милана, он уходил в команду Иммортал Фейза летом, когда мы уже собрали Крипвейв, представьте, мы собрали Крипвейв, и тут Кристаллист говорит, слушайте, мне написал Иммортал Фейз поиграть в Квала, а он, типа, опытный коуч, поэтому я беру Амара, и мы идем к нему, вот, потому что, потому что он коуч, а ты, фишман Митрим, ты, типа, сосешь, а там Иммортал Фейз Селери, а они, типа, ебут, вот, и он, короче, вот, любит кидать, вот, мы уже собрались, договорились, мы уже, вот, тренемся, и тут он такой, ну, я иду Квала к ним играть, и игроков, соответственно, за пищу, и Амар такой уговаривает его, нахуй ты это делаешь, вот, но Амар, типа, очень хороший друг Кристаллиса, поэтому Амар пошел за Кристаллисом, а БСМ пошел за Кристаллисом и Амаром, то есть получается, вот, и если Амара и БСМ, я понимаю, поддерживаю, то, что Кристаллис ушел в середине сезона в Сикрет, пусть это и Сикрет, хотя у нас уже тогда были условия неплохие, и Див 1, и Буткемп, и условия могут даже быть лучше, чем в Сикрет, дайте нам время, грубо говоря, мы результат покажем, то есть, было такая возможность, а он взял и ушел, он говорит, ну, там как бы ППА, а ты как бы фишман, а я пойду к ППА, и он меня протащит, а ты меня с... вот, бля, вот, Кристаллисом я больше играть не буду, скорее всего, вот, не люблю игроков, которые меня ставят, а есть, а есть Малрайан, игрок Малрайан, у Малрайана будет 10 офферов, с Ликвидов, с Нигмы, а ему похуй, он говорит, я верю в свою команду, я не хочу никуда идти, мне вообще не важно, сколько денег это будет, вот такие игроки, это, это, вот за таким игрокам респект, вот таких игроков мало. Есть вообще сейф, который просто говорит, идите все, все организации, все команды, я сижу, жду Nightfall. Самая сейф, у него до сих пор контракт, он просто никто покупать не хочет его. Ну, у него контракт, походу, до начала, до 2023, насколько я знаю. Ну, да, до конца этого года, по идее. То есть, типа, просто за Nightfall, заплатили в итоге, а за сейфа никто не заплатил. Я думаю, для него это было неожиданностью, но неожиданно никто не заплатил. А там? Он почти Ликвид ушел, но там они решили зарейтить бокси, ну, я как слышал слухи, знаете, вот. И они решили зарейтить бокси на один сезон, на один мини-сезон, как там, DPC. ДПС. и они выиграли этот DPC за сезон. Вот. И, получается, ставили бокси. Вот. Ммм. Может быть, кто знает, как там все было. Блин, что-то я немного с истории про то, что Амар Сапакер говорит, Кристаллису, что ты, типа, нафига, ты это делаешь, но все равно идет с ним, не могу в голос. Тима, полчимак, ну, зачем ты это делаешь, а сам весь с ним такой, ну, ну, зачем, зачем? Ну, да, да, в общем, ну, блин, больно. Вот знаете, когда один и тот же игрок так делает, в общем, как ты обратно сего и принимал-то столько раз? А, что делать? Кристаллис, стоп, один ранкед, да, лучший керри на тот момент. Кого мне брать? Банкуши? Или кто из свободных? Ну, чтобы понимали, там, вариантов мало. Это, знаешь, это как эта цитата, не хочется играть с предателями и мразями, но нет других вариантов, или как там было, понимая Богдана, или что-то типа такого. Слушай, если честно, Кристаллис никогда не был топ-1 игроком, ну, вот, типа, лучшим керри на хз. Потому что у него ранг там высокий, не делало его мне. Я ни разу в жизни не видел, чтобы Кристаллис ебал, при всем уважении к мужчине. В Entity он играл хорошо, в Entity мы ему давали условия, и в Entity он, вот, знаете, смотрит, мы выигрываем матч, и мы смотрим интервью, кого-то там, или просто, там, задержка 5 минут, и мы заходим уже на, на трансляцию, и там говорят, что, о, Entity это такая звезда, ему бы команду посильнее. Вот, я помню, была точно такая, вот, кто-то сказал, и он, кстати, такой, скидывает клип нам, в этот, в дискорд, говорит, смотрите, да, тащу вас, тащу вас, тащу вас, тащу вас, тщел, тупо, да, вот. Ну, да, но, но он не понял, кстати, что он ни хера не делал. Ну, не, он делал, ну, будем честны, патчни его. Что это ты делал? Патчни его, кто, сейчас, фэссвайды, всякие морфинги, и так далее, а он на макаке умеет, и все. Ладно, еще на Розоре, и Блудсикере, и там еще на... Розор, у него лучший герой же. Да, 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 я пошутил, это шутка про Кристаллис, дефолтное, что он, это, хер спамер, знаешь. Ну, в общем, МК, Блудсикер, там, Розор, не в мете абсолютно. А что еще? Его пули из такого очень сильного, на то, что он, прям, заразвебил. а в чем проблема, ну, наиграть? Он же, если сильный игрок, неужели он не может? Ну, вот он, это реально такая большая проблема? Нет, так он наиграл, видите, и пожрал говна, и потом понял, что надо играть на том, что он умеет. И, я ему начал МК в первой стадии пикать с Розором и Блудсикером, и они до финала даже дошли. Но мы-то во второй стадии забанили МК и Блудсикера. Вот. И знали, что он пикнет Вайда, ну, чтобы понимали, ну, в общем, не самое лучшее воспоминание у меня про фестерс Вайда Кристаллиса, мы с ним почти два года играли. У него, кстати, квикаст на хроносферу, вот, чтобы понимали, что он не видит там радиус. Хроносферы бывают... Это, кстати, слушай, это ошибка классическая. Ну, я люблю квикасты, но, но вот, хроносфера у меня не стоит квикаста сейчас. Вот. Ну да. И, ну, ждем пятерку Вайда. Он вообще не задрот на Вайде. На Вайде надо быть задротом, на самом деле. Чтобы быть хорошим Вайдом, вот, в этом патче нужно на нем ебать. Если ты там 15 уровня Вайда, ты не будешь ебать, скорее всего. Вот. Да. Собственно, с воростом понятно. А, вот, хороший вопрос. Вот мы потихонечку, мы обозначили там проблемы команд. У меня уже заканчивается вопрос, но самое интересное осталось под конец. это, вот, как так вышло, что у вас Кристаллис, типа, играл круто, а в Сикрет вообще никак? Ну, ладно, с этим еще более-менее, может быть, мы разобрались уже, но Пьюр, который в ВП играл, ну, так, то густо, то пусто, а у вас прям оказался супер-мега-тачером одна смерть в гранд-финале. Одна смерть в гранд-финале? Ну, он же один раз умер в гранд-финале за три карты. Я не знал. Ну, вот, причем, это был единственный момент, когда ты, наверное, вспомнишь, когда на Марфе зачем-то за Пуджом погнался в начале игры. А, потому что, я знаю, почему он сдох, потому что его типнул Котоми, типа, ебать, ты ебешь, братишка. Он чесил Пуджа, он такой, попал хуком, Котоми кидает тип, типа, ебать, ты, короче, попал хуком. Ну, после этого, Пюр не мог не до конца не пойти, я считаю, с этим Пуджом. Ну, это был единственный его смерть. Ну, это Котоми виноват, это не Пюр виноват. Ну, да, блин, это все типы виноват, и Кобан, короче, виноват. Слушай, я вообще так скажу, когда к вам Пюр пришел, вы первый матч какой-то играли, я уж не помню с кем, но он там играл, точно помню, вторую карту или Шраке. Так вот, у него, короче, за тот матч, это был, когда что-то там, какой-то страшный, типа, 35, что ли. Я помню. Он умер, то ли один раз, то ли ноль раз. Он ноль раз умер, за две карты, по-моему. Мы играли против гейминг-гладиаторс, мы играли на снайпере или Шраке. Да, у него там было по 17.0.15, 18.0.13, что-то такое в двух картах. Слушай, давай, короче, скажу, скажу так, ну, насколько я знаю, Virtus.pro не тренировались, у них не было сезона, там, грубо говоря, DPC же не было, верно, Virtus.pro, и когда, ну, война началась, будем так говорить, и не было сезона, и он не играл, вот, в доту. И, точнее, он играл, но команды, они не скримились, и тут до 20.0, да, и они с 0 тренировок доходят до финала, или, там, гранд финал, я не помню. То есть, они неплохо играли. Ну, они до верхней сетки должны были в финал проходить. И DPC тоже, они играли, там был перерыв, и потом, когда уже, вот, сказали DPC, у них не было тренировок, абсолютно. То есть, это, это что говорит Pure. Но при этом, я считаю, что, ну, я знаю, фидбэки о игроках, вот, в Риджос Про, о составе, и, возможно, возможно, не было доверия, о чем я говорил. И вот, знаешь, нету, возможно, я просто говорю, догадки, некоторые игроки не шли на встречу, то есть, нужно стакнуться. Pure, он непростой парень. Вообще, представься, пять молодых российских парней, вот, с такой горячей кровью, вот, кто-то с кем-то поругался, и все, и, как бы, и помириться уже сложно. Вот, и, в общем, но если никто не идет на встречу, это невозможно. В общем, у Pure, у Pure, пошло, венсе, наверное, потому что он, не знаю, ему комфортно здесь, скорее всего. Хотя, может, в Virtus.pro ему было тоже комфортно. Ну да, ну там, просто там, вот его когда убрали, там ходили слухи, что его, в принципе, собирались убирать, потому что Steam как-то, вот, что-то там, кому-то некомфортно, и, и, и в целом, он там не выглядел настолько, прям, мощно, как бы, ну, медиа душили. Я помню, Pure все душили, прям, вообще. Вот, как, Кристалли сейчас душат в Secret, тогда Pure так душили в Virtus.pro. Ну вот. А, кстати, да, вот про Pure я говорил, что он сосет, да. Да, но там по факту было, там реально были вопросики определенные, тут это удивительно, как раз таки его метаморфоза, когда он к вам пришел, потому что в Virtus.pro это выглядело следующим образом, я четко помню, вот он только пришел, вот прям пришел, первый матч он играл круто, ну, прям хорошо, но это было видно, вот там на Кринзен каком-то играл, там еще на Снайпере, на всем, но это прям было видно, что он тут как играет, ну, как душой, что называется, да, как он в паблике играет, он пришел в команду, точно то же самое делает, и все, ну, типа у него там все получается круто, а потом такое ощущение, что он как-то начал перестраиваться, либо его пытались как-то перестроить, ну, там, что-то типа, вот, это ты не так делаешь, чувак, это по-другому давай, мы вот так хотим, чтобы ты сыграл в этой ситуации, бла-бла-бла, и чел как бы не смог перестроиться, что ли, как будто бы его все время ломали, и, ну, и он пытался как-то подстроиться, и у него ни хера не получалось, и в итоге игра получила, ну, стала какого-то, ну, типа говеной просто, то есть он как будто бы играет и не в свою игру, и не в ту игру, которую хотят от него видеть, и в итоге там просто нет игры, ну, как бы, адекватной игры, вот так вот. Мы этого никогда не узнаем, возможно, ты прав. В общем, но я могу сказать, что Пьюр начал лыбать сразу после того, как перестал сдаваться. Вот он, когда пришел в нашу команду, когда Кооперт наперед пришел, прошел, первая проблема, которую мы увидели, что он может сдаться, может сказать, нахуй это играть, мы так плохо сыграли начало, давайте ГГ напишем. Но, когда мы научили вот до конца, вот, вот Пьюру, вот отдельный респект за то, что он идет на встречу, быстро, да, вот, многие другие игроки давили бы свою линию и ныли и так далее. А вот, ну, Апьюр, вот мы ему сказали, братишка, давай не будем сдаваться. И он не сдавал, перестал сдаваться. Вот взял, просто взял и пристал. Слушай, не, ну это круто, это крутой, это крутой игрок, значит. Вот, вот, да, вот ты, Ярослав, ты, понимать должен, да, вот, помнишь, да, были такие, а кто так сделал? Никто так не делал, а вот он сделал. Перестал цветовать. Вот, респект. Вот, и, да. Слушай, Фишман, твое мнение по поводу Virtus.pro в этом составе, вот, просто, что, почему они так бездарно отдали этот финал и сломались на квалах? И вообще, являлись ли они фаворитами? Virtus.pro команда настроения, я уверен, что им нужно поверить, вот, если они просыпаются утром и они все верят в друга, они, блядь, выиграют интернешнл. Как, ну, это очень важно. Но, у меня такое чувство, что Virtus.pro, если кто-то один не будет стараться, то остальные тоже не будут стараться и тогда доверия не будет и все, и ГГВП. То есть, там нужно, ну, ему важно, чтобы они все верили в друга и старались. И, а как этого достичь? Ну, это очень сложно, непонятно. Вопрос, да. Не то, чтобы Фишман сказал, вам нужно поверить в друга, и такие, блядь, точно, надо поверить и начинать друга верить. Это так не работает, видишь? То есть, тут вопрос, да, синергии, грубо говоря, знаешь. Хотят ли все другом играть, все другом довольны, все друг друга готовы поверить. Никто не боится другу лишнего слова сказать, знаешь. Вот, венции, я уверен, что никто никому не боится лишнего слова сказать. А в предыдущих командах я мог бы бояться сказать какое-то лишнее слово, потому что человек обидится или неправильно поймет или задельтует или еще так далее, знаешь. А вот венции, у меня такого нет, например. Боле открытость какая-то, такая искренность. Хотя, вот я помню, вот, был момент в Virtus.pro где-то месяц назад, когда они просто нереально трахали. Вот просто нереально. А потом, бац, и перестали трахать. А вот, а вот, короче, команда настроения, им просто надо, это, собраться, собрать кабину. И понять, что это интернешнл, и что они должны постараться в последний раз, потому что потом решафлы. Вот. А как ты думаешь, они пройдут в Wildcard? Ну, вот это Last Chance или нет? Ну, бля, я очень сильно, я очень буду реально болеть душой за Virtus.pro, если честно, вот, и за Na'vi, за наших ребят. И, но я думаю, что они оба не пройдут, если честно. А кто пройдет, вот, прогноз? Ну, из того, что ты видел. Китай, Европа? Я не слежу за Китаем, если честно, не знаю, сильно там китайцы играют или нет. Я думаю, что Secret не пройдут. Я думаю, что Liquid не пройдут. Так, это остается у нас... Wildcard, Not Knowns, Infamous и Tender. Я думаю, что Топсон с этим, с Анной могут пройти. Хотя, вот, я не знаю, остальных трех игроков, опять же, тут вопрос вопрос вопросительно. Да, нормальные. Вообще, если честно, вот я вот что скажу. Я играл эти хвалы на Инд, да, мне было вообще похуй. Но когда я посмотрел состав участников на Last Chance, я понял, что нужно выиграть сегодня, потому что потом будет выиграть сложно. Потому что там второй Интернешнл, посмотрите на эти составы. Просто вот, ну, прочитайте. Вич Гейминге, Na'Vi, Virtus.pro, Topson, Ana, плюс 4.3 и так далее. С каждой, с каждой просто региона охотит какая сильная команда. Ну, даже две. И выделить фаворита какого-то сложно. Можно выделить аутсайдеров. Аутсайдер это Америка. Северная Америка, Южная Америка. Там, ну, как бы, все понятно. А кто, а вот Азия две команды, Китай две команды, СНГ две команды. А выделите явного аутсайдера. Ну, кто точно не пройдет из этих шести команд. Я вот не могу сказать. Груглого, я бы сказал, что у шести команд такое чувство, что равные шансы. Тут это интернашнл, все будут ссать. Главное, не ссать. Главное, не бояться проебать. Вот, если ты не будешь бояться проебать, вот эта команда и выиграет. Надеюсь, это будет цитата. Получается, это Топсон пройдет все-таки. Он, мне кажется, вообще не знает, что такое страх. Ну, да. Я слышал про такое. Он придет и обоссыт, если надо. Если он будет чувствовать, что его боятся, он обоссыт. Вот, знаете, вот это важно. Ну, как он может обоссать, если главное не ссать? В общем, я это, когда перед сценой китайцам, против китайских команд выходил, вот, на это, я говорил, парни, смотрите в их глаза и улыбайтесь. Пусть они почувствуют, что вы уверены и что мы их разъебем. Потому что, если, ну, то, что нельзя, чтобы враги чувствовали, что вы их боитесь. Потому что играть становится слишком легко. Вы становитесь раскованными, вы не боитесь делать каких-то рисковых мувов. А если вы узнаете, что враги не ссать, то там уже другая дота происходит, если честно. Правильно, правильно. Надо не показывать свой страх и внушать его сопернику. Слушай, надо не бояться просто, в принципе. И не волноваться. Ну, бояться нужно всякие вещи, но не поражения в доте 2, если честно. Вот. Нужно просто... Ауф. Да, да. Реально ауф. Кстати говоря, слушай... В наше время вещей можно бояться, я считаю. Вот. И это не надо, я бы сказал. Слушай, такой вот последний вопрос. Нигде не нашел вот даже на него какой-то намек, но, может быть, я что-то не так понимаю. Насколько я понимаю, вы драфтили вот сейчас вообще на квалах, вы используете очень много статистики, там, дота-баф, и очень много опираетесь на цифры. Ну, то есть, какой герой хорошо играет. Но, насколько я понимаю, на ланах-то доступа к ней не будет. Ну, то есть, он будет, но только если чего-то вы там распечатали, как у Себа, вот эту гигантскую тетрадку. Вот, не видишь ли ты в этом какую-то проблему, в том, что вы не сможете использовать статистику настолько быстро, настолько оперативно на лане, насколько вы используете в онлайне? Самая большая статистика, которую я использую, это, захожу, короче, вижу у Чена 58% финрейт, я на нем играю, потому что у героя 58% финрейт. Грубо говоря, статистика, это круто, я очень рад, если я могу ей пользоваться во время матчей, но я не вижу в этом большой проблемы. Я, в принципе, знаю, какой герой, какого героя контрит, а статистика, это просто подтверждение моим чувствам. То есть, не то, чтобы прям, максимально фолловлю статистику, а статистику я люблю, я люблю цифры в целом. То есть, у вас что-то из серии вот как было, ну, есть какие-то герои, есть понимание, действительно, эта цифра их винрейта привязана к тому, как они хороши, и, в принципе, вы в основном опираетесь на это. Ну, это такая статистика, которую легко можно вытащить из игры или даже заполнить. В общем, у нас есть Тоби и я, и я, и Митрим, которые все время листают героев, статистику и так далее, и потом спрашивают мнение точного игрока по этому герою. Например, я еще в Малайзии, когда, ну, немножечко апнули Никса, я говорил, герой будет очень сильный, будет в первой стадии пикаться. Мы его не пикали, и никто его не пикал, но я знал, что он будет, грубо говоря, потому что эта статистика выросла очень сильно. И Никс либо ФП-герой, либо бан-герой. Либо вообще не герой. Вот это Никс, кстати, да, всегда одно и то же. Так его никто и не пикает в итоге, получается, это вообще не герой. Ну мы пикаем, мы пикаем. Ага, и как? А, ну слушай, ну вы правы. Там Равваги, они на Никсе, получается. Да я, если честно, просто так вышло, у меня, я квалт не смотрел Западную Европу вообще, ну, типа, не мог, времени не было. Поэтому я там все пропустил, что там пикали, не пикали. Ну там было это, было сложно, у нас было сложно с Ликвидами, а дальше было легко. Точнее, А, Альянцы, кстати, лучше всех играли. У нас с Альянцами было сложнее всего. Я видел, я видел, слушай, это твое было интервью какое-то небольшое, ну или может быть заметка какая-то, что, мол, если Альянц будет играть так же, то они в гранд-финал пройдут. Да, они, но потом... Вот я, короче, очень много сообщений получил после победы с Альянц, что у нас ноль шансов, что вы рычки, не закрыли Альянс за 20 минут. А я такой, думаю, блядь, вы видели, как они играют? Они просто хорошо, они хорошо отыграли линии, они не давали, ну, они хорошо контестили зоны, они знают, когда нужно играть с Ашан, когда не надо играть с Ашан, они знают, когда с chef спиной с опортом и тому же. И там было, ну, супер две ровные игры, супер сложные. Там, грубо говоря, мы немножечко на скилле, конечно, что переиграли по итогу, но нельзя было сказать, что это какие-то, что мы плохо сыграли. Вот, знаешь, я часто могу сказать, что мы сыграли хуево, но вот по Альянце не могу сказать, что мы сыграли хуево. Я могу сказать, что там на линиях немножечко в миде не пошло, но дальше-то игра была очень хорошая и если Альянса плохая команда, то они бы просто по ходу игры бы ошиблись и мы бы их закрыли за это. Возможно, вы их переломали как-то, потому что потом они проиграли Тимбол Триборн. Я разговаривал с Лимитлисом, он сказал, что они в этом матче нереально почувствовали себя хорошо как команда и им было даже прям кайф играть и хотя на КВшках не все у них, конечно, получалось, вот, но именно вот видишь, когда ждешь какого-то момента, там месяц на буткемпе или там две недели на буткемпе, готовишься только к одному сопернику, по итогу ты отдаешь все 100% сил и играешь на максимум, который ты можешь, но немножко не хватило, конечно. Там Аля, потом Псибалт закрыли. В общем, удачи Лоди на Тикери в следующем сезоне. Не понял. Нет, смотри, какая логика, да? Никакого негатива, ни капельки негатива от Ника Бэби. Логика такая, что в минус 3 керри в Европе и КБ без пиздец в Ликвид, потому что кто следующий керри? И ему нужно будет искать нового керри, получается, да? А ты сразу подумал, да? Да я сразу, я не понял сразу. Все, тогда все надо. И, в общем, придется искать нового керри. Вот. И удачи ему его найти. Вот. Вот так вот. Ну, найдет. В конце концов Лода сам керри, если что, сядет. Ну, кстати, это неплохой вариант. Ноют старые кости вот это будет. Слушай, Дим, ну у меня, в принципе, вопросы закончились. Так много мы с тобой хорошо поговорили. На самом деле, целый час даже вышел. Погоди, у меня был вопрос самый главный. Ярик, давай, давай, да. Да, я дело в том, что являюсь поклонником Доты таким довольно серьезным. Смотрю, смотрю, вот. И в один момент я поймал себя на мысли, что вот стиль игровой ваш, ну, Entity, да, он, ну, отличается от почти всего, что все остальные играют. Вот. И вообще, в данный момент он, как бы, получается, да, по драфтам направлен, ну, на какую-то мидгейм ёбку. И вот, как бы, попытку такую, ну, попытку, притом успешную, как правило, да, закончить в мидгейме, как бы, с противниками. Ну, дальше просто довести до победного. Поэтому там появляются керри всякие. Поэтому и с Сайберлайтом нормально было играть, да, в принципе, по большому счету, потому что он там вроде у Фейнер, на какая разница, типа, если и хардкери не нужен. И вот, ну, и, в принципе, много вообще всего интересного можно увидеть в игровых идеях, да, в драфте. У меня появился вопрос, а кто все это придумывает? Кто самый большой гений у вас? Или вы все вместе это придумываете? Ну, просто потому что это действительно интересно. Я, на самом деле, очень сильно респектую вашему стилю игры, потому что, ну, он, он как бы уникальный, на самом деле, на данный момент. На данный момент я даже не могу найти, с кем сравнить. Просто команды нет такой. Короче, ложусь спать и не могу заснуть, и потом пишу Митриму, типа, надо это драфтить, короче, 100% работы, статистика доказывает. Митрим где-то процентов 70% моих идей отсеивает. Он говорит, ты что, и банану, блядь, и это пикать. Но 30% он на заметочку берет, и я еще и Тоби спамлю. В общем, грубо говоря, я генератор идей, но я вообще никуда не решаю, потому что у меня слишком много идей. Вот. И по итогу, ну, и, конечно же, не только я это делаю, у всех есть идеи, но, грубо говоря, я, Тоби и Битрим, наверное, но и при этом есть какой-то пьюр, который играет только на том, что он захочет играть. Есть в Штормсторме, который будет играть на том, что мы ему пикнем, потому что мы ему пикнем в первой стадии, грубо говоря, часто, да. Ну вот, потому что мы там как-то строим драфты, там баны и так далее придумываем. А Котоми, ну, но Котоми тоже, как бы, что-то между. Он и сам что-то приносит, и когда мы просим его поиграть, он, если он считает что-то сильно, он поиграет. Вот Котоми, кстати, очень быстро учится. Он же пятерка вообще. Он на каждом героев в новом патче играет первый раз в своей жизни и ебет, чтобы понимали. Талант, получается. Талант. Ну, если в то уже третий или четвертый год компетитив играет. Вот только сейчас... Ну, все равно талант. Все равно талант, да. Да потому что на пятерке, если ты бетарь, ты идешь на пятерку играть. Вот, все просто. Я в это вычислил. Вычислил как-то. Я так как раз играл 7 лет профессионально тоже, потому что тебе... Ну, вот продолжают эту традицию друг друга. Грамотно, грамотно. Так, так и надо. Так и работает. Да, если ты ебарь, ты должен на четверке играть. Какая нахуй пятерка? И пошел... Вот. Он же на пятерке играл и... Все правильно. И это, и сосал. А потом пошел на четыре и бет. Потому что таланты должны играть на четверке. Вот, да. Вот у меня Дред как раз в командах на четверке играл. Все сходится. Все, да. Да, Андрей, он... Талантливый игрок был. Ну, это дикий ебарь вообще. Да, да. Жестко. Слушай, ну, на этом все, Ярик? Или у тебя еще есть какой-то коварный вопрос там про... Да не, не, я успехов пожелаю. Потому что, на самом деле, знаешь, я честно скажу, полгода назад я и с негативом относился к вам. С негативом. А я читал, а я читал. Вы что-то там вспомнили все. А я читал. Мне не нравилось. Слушай, давай процитирую. Я процитирую. Сейчас, подожди, сейчас, подожди. Вспомню. Слушайте, мне вообще эти антисы не нравятся. Кто пикает инвокера в мид? Еще экзортово? Сто процентов какой-то уебан. Пятнадцатилетний. Да не, ну это... Слушай, ну это не... Это именно со стрима, но это я рофлил с того, что по-любому школьник какой-то, понял? Да, да, школьник какой-то. И вообще эти энтити, короче, я не мебель. Я помню, помню, мы это угарнули было. Но без негатива угарнули. Не, ну мне это... Ну я тут так без особого негатива. Ну был грешок там, понял? Да, да, да. Не, ну был грешок, был грешок там. Что-то какие-то паузы там, что-то. Ну, короче, так мне не очень мне это нравилось. Но я потом присмотрелся. Ну, короче, мне реально импонирует ваш игровой стиль, потому что мы со Смайлом подобное 12 лет назад, когда ехали в каком-то поезде Москва-Киев на турнир и бухали водку. Смайл говорил, да, да, знаете, Сталкер на кэрре, короче, пик. И я ему говорю, да, Сергей, как надо. Вот. И наконец-то кто-то понял. Спустя годы. Слушай, из чего, никогда, когда мы драфтим драфты, мы никогда не думаем, бля, надо в мидгейме ебать, надо их закрыть. Мы пикаем так, чтобы было, ну, комфортно, чтобы мы получили наш тайминг и пошли драться. Вот. Ну, я понимаю, но, как бы, если присмотреться, то тайминг там мидгеймовый обычно получается у вас. Это совпадение. Я думаю, что в каждом патче мы будем это. По ощущениям, да. То есть, если надо будет в патче качаться, мы будем качаться, мы не будем гнуть свою линию. Понял, понял. Не, ну, это правильно, это правильно. Просто если это сейчас работает, то это просто круто, что это как бы адаптация к ситуации, к тому, что, когда и где. Это-то и прикольно, потому что есть команды, которые на топ-уровне играют, ну, много лет, но они всегда делают одно и то же, да, оно не меняется. Это просто скучно. И ты смотришь на это, и думаешь, бля, ну, типа, просто неинтересно уже смотреть. Спасибо, Пупей, я все понял. Уже, блядь, пятый год одно и то же. Вот, а за вами просто смотреть прикольно. Поэтому желаю вам удачи просто, да, хорошо выступить. Будем притапливать. Спасибо. У меня последний вопрос. У меня последний вопрос. А почему вас это? Или это не на стриме надо обсудить? Я тебе расскажу потом. Понял. Вот Вова нас спросит. Да, я тоже не в курсе. Ну, вообще, мы выкладываем потом, в принципе, на все и подкасты, приемники, и на Ютубе у нас собирает хорошо подкаст. Кстати говоря, для тех, для всех тех, кто смотрит записи, для нашей многочисленной аудитории, подписывайтесь на Телеграм Фишмана. Вот он на экране, на вашем, Фишман Дота 2. Он там выкладывает кружочки, всю информацию. Возможно, вы будете в первых нескольких тысячах подписаны на будущего, ну, я не знаю, чемпиона, вице-чемпиона. Как пойдет, короче, на Индию. Чемпион по киберспорту. Чемпион по киберспорту. Спасибо. Спасибо тебе большое, что зашел, рассказал нам, просветил. Будем действительно болеть за вас на интернешнале. Хорошей подготовочки. И вообще удачи. Спасибо, спасибо. Надеюсь, лишнего ничего не догорел. Я, бля, вот, всегда вот, когда про Немигу говорю, пытаюсь лишнего не спиздануть, если честно. Вот я, как бы, хочу, и, конечно, и сказать, что нехорошо поступило, да, а, в другой стороны, и арга хорошая-то, и справились они. В общем, ребят, не хейте Немигу. И киберспорту, если будете про Немигу постить, постите эти слова, пожалуйста. Спасибо. Маленьким шрифтом там допишут потом, после всего, что ты сказал. Немигу не душите. Только чуть-чуть, чуть-чуть, да. Но, в целом, да. Все, все, давайте, ребят. Спасибо, Дима. Удачи. И пока. Пока. А, это был Фишман, и он дал нам какое-то супер-объемное интервью. Даже я бы не назвал это интервью. Просто, вот, учитывая, как произошло это дело, зашел попиздить. Вот так вот. Ну, и, собственно, и это удалось. Правильно. Так и должно быть. Нормальная тема. Сейчас я чуть-чуть пересяду, я буду идти разговаривать. Да, у нас тут, Ярик, с тобой, на самом деле, остались вещи, которые мы не можем не обсудить сегодня. На самом деле, темы буквально две. Я тут накидал всякого по мелочи, но мы это все уже скипнем, учитывая, что у нас такое интервью получилось. А посчитайте меня, пожалуйста. Один. Один НС. Это я тот. Хотя не уверен, учитывая качество веб-ки периодически, иногда бывает много маленьких НС-ов, квадратненьких. Иногда бывает. По-разному. Ярик, ты знаешь, что мы будем сегодня обсуждать. Я уверен, что это самая горячая тема. Ну, как же нет? Это... Касплей на Себерспорт. Это Сеу-Джи-Ту. Это Сеу-Джи-Ту, который покинул Джи-Ту. Для тех, кто в танке, расскажу хронологию событий. В интернете появилось девятисекундное видео. Нормально сейчас? Да, да, да. Что-то стабилизатор, что-то это... Меня видно, слышно? Да, все хорошо. Все хорошо. А, окей. Короче, в интернете появилось девятисекундное видео, где Сеу-Джи-Ту от Селот, он же Карлос Родригес, празднует... На какой-то вечеринке Джи-Ту находится и празднует... А, празднует выход на World's 2022 команда по Лол с таким человеком, как Эндрю Тейт. И, собственно, после этого на Сеу и на организацию вылились просто тонны критики. Для тех, кто не понимает, кто такой Эндрю Тейт, Эндрю Тейт это реально персона Нонграта. Вот таких людей мало, как он, потому что он персона Нонграта практически на всех площадках. Его реально перебанили в соцсетях, на всех видеосервисах. Он реально запрещен почти везде, за исключением там каких-то парочек сервисов, которые выступают за какую-то принципиальную свободу слова. Но даже там он дико популярен. И он прославился своей такой женоненавистнической позицией, причем она у него какая-то реально... Ну, знаете, мы живем в эпоху толерантности, и я считаю, что тотальная толерантность, она тоже ничего хорошего не несет. Но этот чувак реально перегибает из того, что он делает. Не просто так, он везде заблочен. Так вот, собственно говоря, вышло вот это видео девятисекундное, обрушился шквал критики, и оцелот в своем стиле ответил, что это я должен решать, с кем мне дружить, а с кем мне дружить. В чем, в принципе, с одной стороны он прав, казалось бы, но... И вообще он прав во всем. Вот оцелот прав был во всем. Во всех своих вот этих вот интервью, во всех своих заявлениях он реально вел себя круто, как бэтбой. Они действительно делали крутой контент. Но боюсь, что здесь нашла коса на камень, потому что после вот этого шквала критики сначала G2 вынуждены были отстранить его от должности на два месяца с сохранением там, точнее, не с сохранением, ну, короче, отстранить его на два месяца, принести извинения, но после того, как Riot опубликовали список команд, которые попали во франшизные лиги по Valorant и там не было G2, а очевидно, что они там должны были быть в американской лиге. Ну, G2 это суперорганизация, что тут говорить, это одна из крупнейших вообще организаций и одна из самых успешных организаций. После того, как они не попали вот в эту франшизу, организация вынуждена была отстранить, ну, или он сам отстранился. Я думаю, что это решение такое обоюдное, и он понимал, что дороги для G2 закрыты, и его попросили. Ну, короче говоря, в итоге от Солоса больше не SEO G2. Кто им станет пока, если честно, даже и непонятно. Он огромное количество, там чуть ли не 13 лет, что ли, он был SEO G2. и вот на этом, на одно 10-ю скульптное видео поменьше, меньше, да. Ну, короче, там не два года. Он же в LOL играл профессионально, но... Возможно, он был 13 лет с организацией. А LOL нет, 13 лет даже. Ну, да. А он в LOL играл профессионально относительно недавно, но относительно, там, может быть, лет 8 назад он играл еще. Ну, в общем, так или иначе, вынужден был покинуть свою позицию, все из-за вот такого, казалось бы, коротенького видео, которое, ну, вот, ни с чем, ни с тем человеком. Очень много резонанса это вызвало, потому что, с одной стороны, душат вот радикальные там ребята, которые за свобод... Ну, как сказать? Ну, СЖВ-активисты, наверное, феминисты. С другой стороны, все понимают, что, конечно, прощаться с таким СЕО очень не хочется, и 9 секунд, казалось бы, он не сделал ничего ужасного. Но, я думаю, что это... С этим стоит смириться, что это обратная сторона медали в работе крупные корпорации на такой полупубличной должности. Да, вот с 2013 года по 2022 9 лет фактически он является СЕО G2. Ярик, что скажешь по этому поводу? Слушай, могу сказать только то, что я был на Next World форуме в Риаде, да, и там был Ацлот, ну, Карлос, собственно, этот самый. Ну, я еще так немножко удивился, ну, мы не знакомы с ним совершенно, но я просто к тому, что там все-таки на этом Next World форуме больше было бизнес, какие-то, ну, всякие, знаешь, там представители федерации, каких-то компаний, и тут хоп, типа, СЕОГТУ. Ну, то есть, это нифига себе, СЕОГТУ, это серьезный человек в мире киберспорта. Я такой удивился немного, думаю, ну, прикольно. Послушал, что он там рассказывал на главной сцене, а потом в один момент я пошел куда-то гулять там через какое-то время, и там, знаешь, не на главной сцене, а на сценке поменьше, там была главная, а были какие-то такие, ну, небольшие, для небольших выступлений тоже такие подиумы, и там хоп, поцелот вместе с какими-то еще людьми там начинают вещать, и у них их вот этот вот диспут такой небольшой называется, мол, женщины в киберспорте и гейминге, вот, и ты и оцелот там начинает рассказывать, как он поддерживает женщин, как Джо Тур работает. Я думал, я думал, ты сейчас это скажешь, женщины в киберспорте и гейминге, и он выходит, и просто такой показывает табличку, нет. Нет, вот именно, что он там как раз участвовал в этом обсуждении с повесткой, ну, абсолютно понятный и другой не может быть в любом случае сейчас, даже если кто-то думает иначе, он не может про это сказать, просто-напросто... То есть, за, почему это круто и так далее, все дороги открыты. поэтому он там рассказывал, как Джо Ту поддерживают, как он лично за, как это все круто, как он там был на турнирах, как у него там есть знакомые женщины, геймер, киберспортсмен, Ки, да, и бла-бла-бла, вот это, и потом я что-то немножко туда-сюда-сюда-сюда-туда и вот натыкаюсь на эту новость и у меня такая улыбка на лице появилась небольшая, ну, я думаю, я кекнул, короче говоря, вот так это называется, да, кекс-ситуация. Ну, а сама ситуация, конечно, неприятная, я вот кто-то, не помню, какой-то, какой-то, кейсер-паук, кодиан, кодиан, как-то его там написал, что он не вникал в ситуацию, но, мол, считает, что как бы там ни было, за один твит или какое-то там видео небольшое, человек не должен решаться там, ну, всего, чего он там достигал на 10 лет. Видео-видео-рознь, Видео-видео-рознь, но, скажем так, на котором он ничего не делает, кроме как стоит и открывает шамбур. Ну, да, 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 естественно, об этом речь, понятное дело, что может быть такое видео, из которого ты должен в тюрьму сесть, да, это понятно, но имеется в виду, что в такой ситуации, где ничего не происходит, ну, я частично с этим, конечно, согласен тоже, да, то есть, что, не знаю, возможно, это слишком жестко, но в мире вот эта вот культура отмена, так скажем, да, она уже, ну, это уже давно все понятно, она начинает перегибать палку, и это может быть еще один пример, где человек, ну, как бы, по большому счету, он ничего страшного личного он не сделал, да, у него просто есть какой-то такой знакомый, который может быть что-то делать страшное, ну, я, кстати, даже не знаю, кто это, вот, типа, ты знаешь, может быть, а я не в курс, мне реально сказали, но этого чела там все вообще отменили, что-то такое, он там кого-то насиловал, чуть-чуть не убивал, ну, а я, типа, а я вообще не в курсе, типа, мне пофигу, если честно, нахера мне знать о каком-то хрене с горы, но сам факт того, что, да, что, как бы, Карлос, это не Эндрю Тейп, этот, или какого-то там, Тейп, ну, в общем, непонятно, но сейчас, наверное, ну, надо быть глупым, да, это как вот есть твич, образно, да, там есть правила, и после того, как эти правила ввели, озвучили, и раздали несколько банок, еще в течение, там, не знаю, полгода-года все что-то машнили, постоянно улетели в бан, и продолжали машнить, но адекватный человек мог сказать, ну, типа, ты тупой или что, ну, вот есть правила, почему ты просто не можешь не говорить какие-то слова определенные, да, это не настолько сложно, и, по-моему, в современном мире, ну, надо уже привыкнуть просто к определенным правилам, есть определенные правила, которые, ну, типа, нельзя нарушать, да, они сейчас такие, может быть, они где-то с перегибами, эти правила, но они есть, и, ну, и Карлос прекрасно знал же про эти правила, да, но нарушил их, ну, он их нарушил и получил свое, ну, то есть, то, что говорю, то, что правила, может быть, они немного с перегибом и не вполне где-то адекватные, это, на мой взгляд, так и есть, но они существуют, и эти правила на данный момент, ну, как бы, вот такие, какие имеются. Так же, как и на Твиче, собственно говоря, да, правила были с перегибом, в определенном смысле, и тоже со временем, кстати, станет помягче. Может быть, и здесь со временем станет помягче, но на данный момент, если ты будешь заметен, да, в компании, вот, подобной какой-то, ты можешь получить, ну, так скажем, урон по площади, да, по области, тебя может задеть, плачом, вот, и его задело, ну, и как будто бы он не в курсе, что так может быть, ну, ему, видимо, было плюс-минус, пофиг, или что. Ну, или не осознавал масштаб трагедии. Ну, посмотрим, что теперь будет с G2 и с XSEO тоже, потому что культура отмены, как бы у нас обратной силы, такое ощущение, что не имеет, и вполне возможно, что мы в публичном поле особо о нем нигде и не услышим. Ну, будем надеяться, что он найдет себя, вот, и что у G2 тоже все будет окей. Следующий момент, это уже такая, это уже какая-то улиточная новость, на самом деле, может быть, даже мы и перекатимся после этого сразу в улиточку, короче, уже пора на вам. Короче, сотрудник, а давайте, давайте улиточка, давайте улиточка. Все, я думаю, с этого мы и начнем, потому что это она и есть. Символ написал, что на ESL ему дали номер с плесенью и муравьями. Написал об этом в Твиттере, как бы ситуация, тут же начали все эту ситуацию прорабатывать, и выяснилось, что вместо того, чтобы, это, кстати, жизненная история, когда вместо того, чтобы написать кому-то что-то, сразу пишется в соцсети, короче, вместо того, чтобы написать просто организатором и попросить там поменять номер или в отеле, он просто сразу вылил все в Твиттер, после чего, конечно же, его, ну, как бы, его переселили и начали выяснять, в чем, как вообще такое произошло. Ну, сотрудники ESL написали, там, из руководящих должностей написал, что, мол, так и так, нам просто он ничего не сказал, как только он сказал, мы весь вопрос решили. Казалось бы, все на этом. Ну, ситуация такая, типа, полукековая, но нет. После этого появилось заявление отеля, которое выглядело так, что Симпл запрещал убираться в номере у себя, никого туда не пускал, а когда они туда все-таки вошли, там была еда раскидана по всему номеру, везде вообще по клочкам, по закоулочкам, и, мол, от этого-то муравьи, скорее всего, и появились, и плесень там вообще быстро вычистили, и что вообще, на самом деле, он вел такой затворнический образ жизни, мол, сам виноваться. Ну, что-то из серии, что если будет номер норм, и он был норм, но в нем жить бесконечное количество времени никого не пускать, то рано или поздно он превратится в заплесневанный номер с муравьями. Симпл тоже написал, что на самом деле все это неправда, у меня там было три номера, и вообще, я не свинья, я ел аккуратно, но уже, уже мне кажется, никому не интересно, что там интересовало. вот такая вот кековая ситуация. Класс. Ставлю лайк, я пропустил что-то эту новость. Серьезно, ты не видел, как там... Да, 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 я что-то, это сегодня, да, произошло все? Да, в течение, нет, в течение недели происходило. Ну да, да я весь день занят был, я прям вообще тут что-то туда-сюда ездил, тут еду покупал для Алис, там, еще что-то, короче. Да, вот, вот это улиточное, в итоге то, что я закинул, симпл три недели отказывался от уборки гостиничного номера, заказывай еду и напитки в номер. Погоди, но, этот, ну, а как, подожди, как три недели, почему он там три недели живет, это же ESL, он что, три недели идет? А там у них, да, у них там ESL про лига на Мальте, где они там 10 тысяч лет живут, играют. все понял. А, слушай, ну, кстати, если три недели не убираться вообще у себя и... Не, ну, муравьи реалистично выглядят. Сигсон Майфа чем может завестись, если что? Отель хорош, может научиться решать проблемы в ИРЛ, а не на Твиттере. Ну, я согласен, что проблема-то, мне кажется, легко было. Неужели, Симплу бы не поменяли там номер, если бы он написал? Он что-то решил забугуртить. Ну, собственно, это проблемы таких супер-медийных личностей. Трусайт стал следующей нашей улиточкой. К слову, вышел Трусайт. Вообще, на самом деле, вот те, кто ждал Трусайт, я делал опросы у себя в Телеге, многие написали, что 10 из 10, кому-то что-то не хватило, но нас-то интересует улиточная тема. Так вот, из улиточных тем на ваших экранах вот сейчас пик с Трусайта, я еще сам не посмотрел, но кадр сделан из стадии драфтов перед второй картой. То есть, в Трусайте это кадр перед второй картой, но эти герои спирит пикнуты были на третью карту. И из подобных ошибок я полез в комменты читать, люди там находили, что на драфтах показывали, что доступен Праймал Бист, что какие-то удаленные шмотки там как-то не так показывалось, что были там Баним Виверну, в этот момент пикается Виверна, что, конечно, немножко подпортило впечатление, немножко стало непонятно, учитывая, что Трусайт бесконечно откладывался и вышел в итоге вот практически перед следующим интомом, там делали год, как так вышло, что такие ляпы были допущены? Да всем покер, кост, алё, мы о Валево говорим вабан, почему мы продолжаем задавать вопрос, как так вышло? Слушай, ну а что делать? Я как бы нахожусь на подкасте, я вот вижу какую-то тему и я спрашиваю, мне кажется, что в принципе Трусайт, я просто пересмотрел вот эти Трусайт инсайд, которые выходили, на самом деле они практически те же самые Трусайты с добавленными какой-то статистической информацией, и я понял, что вот, например, на восьмом Инте Трусайт это действительно такой шедевр, слияние вот того, что было в игре с тем, что было вне игры вот в кабинке, приправленное вот этим вот SFM-ом шикарным, то есть это реально шедевр, я этот пока не смотрел, но про прошлые Трусайты такой инфы я не слышал, что там вот были вот подобные ляпы, как-то странно, что к Трусайту так подошли просто, мне кажется, супер крутой контент, который если выпускать через пару месяцев после Инта, он будет собирать еще больше, и Лукасов, ну, вообще-то его и должны выпускать через пару месяцев после Инта, но там, видимо, всем было впадло, я, кстати, не смотрел ни один Трусайт, когда-нибудь, может быть, посмотрю все сразу, вот, серьезно, ты не смотрел ни один Трусайт? да, блин, ну там, там есть годные контенты, там, киевский, восьмой Инт, ну, и, собственно, последняя улиточка на сегодня, это цензура в китайских, цензура в китайских играх, было бы круто, если бы вот бревно дес, там что-то еще было, но вот это самое, я просто увидел картинку, не смог сдержаться, вот на этом, на этом наш улиточка и наш подкаст на сегодня завершается, собственно, это был второй подкаст в сентябре, мы, возможно, наверное, не знаю, увидимся в октябре с вами, ждите, как всегда, анонсов, потому что у нас нет какого-то четкого расписания, как видите, Ярослав там где-то постоянно в путешествиях, я пока нет, сейчас в Алма-Ате, сейчас в Алма-Ате, в общем, посмотрим, ждите анонсов, следите, подписывайтесь в любом случае, спасибо огромное за просмотр, с вами сегодня были Фишман, который уже от нас ушел, NS MailStorm, всем пока, давайте, пока, пока, Субтитры сделал DimaTorzok